здравствуйте в эфире вновь центр и центр конечно же экстремизма экспансии эмоциональных разговоров этики и эстетики сегодня я думаю что центр и точно отвечает своему названию или бы отвечал бы это выяснится после нашего разговора потому что некоторые видеофильмы не знаю как разницу светлана сейчас скажет между видимыми фильмами и фильмами они попадали вот эту зону до экстремизма или восприятие или или в той реальности которая раскрывалась в этих фильмах у нас сегодня в гостях режиссер художник светлана баскова светлана здравствуйте вы приехали вот в проект портала засеки на руу и киноклуба ракурс который называется собственное зрение я думаю что у вас точно собственное зрение вы тоже здесь точно попадаете вот в то пространство которое мы придумывали конечно любое пространство условно перед вами был до режиссер абсолютно другого плана противоположный рустам хамдамов рустам хамдамов навязчивый органично неорганично но вот почти физиологически склонен к тому чтобы все эстетизировать да как бы убивать все а потом любоваться этой до убитой красотой как на боков бабочками из камдамов сам бабочками у вас мне кажется совершенно бобра обратный обратный взгляд да вы как раз из зоны вот этого развлечения эстетики до выводите я не знаю людей мысли переживания концепты проблемы это так или не так ну то популярное слово до деконструкции то есть деконструируйте эстетику ну во-первых нас к счет художественный фильм это не публицистический фильм и поэтому в данном случае художественные задачи здесь тоже присутствуют кроме социальных и и деконструкция наверное это не то слово которое так часто употребляю наверное у меня немножко другой язык и я хотел сказать что смотря мой фильм наш фильм так как все-таки это коллективное творчество создание кино художественного кино то в этом фильме очень много разных ключей которые можно по своему интерпретировать и открывать тем не менее и также здесь существует некая реальность я конечно хотела показать средств времени это кризис 2008 2009 год и соответственно реальность хочешь не хочешь а здесь присутствовать но вы сразу начали говорить о фильме за маркса который вас сделал как бы известный да вот как бы потому что вы и так были известны да и те я так думаю с кем вы встречаетесь общаетесь с кем вы до находитесь они в отличного знали да это это вот стало известно широкой публике мы вас пригласили значительной степени на после фильма за маркса но у вас целое есть и своя история тому ты не важно как относятся официальные так называемые легитимные да они это любительское кино там андеграунд на еще какой-то но вот вы сразу начали говорить за мной мне кажется что за маркса я не согласен с теми кто говорит что это совсем другое кино неожиданно этом у баскова мне кажется она очень органично в этой да в мета истории которую вас есть от зеленого слоника начинаясь вот вы как считаете на насколько это буза маркса принципиально другой для вас кино или все-таки вы продолжаете какую-то свою линию ну изначально когда я делаю фильмы прошло пять лет прежде чем я вообще не снимала кино и не готовил снимать новый фильм и я хотел сказать что я делала как совсем другой фильм видно почерк режиссера он все равно остается и сейчас уже рефлексирую когда фильм уже получился то конечно я могу сказать что какой-то почерк остался и при том все мои фильмы как бы их не интерпретировали они все равно были связаны социальным протестом и вскрытием табуированных зон ранее сейчас здесь тоже заложены кроме открытых социальных моментов также более скрытой форме заложены более острые моменты которые стоят сейчас на нашей действительности но вот вас в предыдущих фильмах даже уродливая социальная на провоцировала вот уродливую там экзистенцию да это что шокировала кого-то когда те кто не способен был до понимать это как метафору то вот условно владимир сорокин автор да совершенно как бы другой но тем не менее дал как бы шокировал у него он совсем там в метафоре здесь вот в фильме за маркса может быть да при той же органике развитие но вот социальное как раз если там до социальные проводить провоцировал от экзистенциальной биологической и именно уродливая разрушительная и эта социальность до была как бы приговором вот для этой природы то здесь мне кажется для вас социальные стала вдруг интереснее экзистенциального или наоборот она как бы его втянуло я для себя когда смотрел куда есть символа до юнг и фрейд фрейд это вот эротические проблемы и комплексы вот именно эротического как бы внесется первичного не социального свойства и юнг который говорит что в человеке социальный еще первичней да и он поглощает это и юнг приводил примеры со своими пациентами которые в бессознательном состоянии воспроизводят не животные эротические мы асоциальные условно говоря там человек который был слесарем да в бессознательном состоянии он делает что-то именно как слесарь измена битрий александр вспомнился вот так ли это так ли я понимаю вот этот поворот произошедший в фильме за маркса с вами а потом может быть будем говорить о реальности россии в этом фильме знаете я уж не знаю какая у вас здесь аудитория видно супер интеллектуальная потому что вы говорите такими словами и вас скорее всего ваша аудитория понимает что что нам остается делать видно самарская аудитория достаточно высоко интеллектуализирована что в общем-то приятно потому что я даже не успеваю улавливать ваш ход ваших мыслей но и как только вы употребли употребили фрейда юнга я хочу сказать что очень у многих по моим наблюдениям и не только по моим сначала мы возьмем психиатра психотерапевта психиатров как только доходит речь до искусства на этом заканчивается психоанализ они не могут продолжать этот диалог они не способны это воспринимать как только начинаешь говорить с философами и пытаешься не только говорить а работать с философами то тут же упираешься в то что философ не хочет изучать искусство как бы он считает что априори он уже все знает и это вторично и он все это чувствует поэтому вот я хотел сказать такое замечание по поводу того восприятия которое существует потому что все таки я настаиваю что это художественный фильм и зеленый слоник это художественный фильм и за маркс это художественный фильм и иногда мне приходилось мне казалось что люди которые немного пострадали пишут мне на сайт различные письма возмущенные и с угрозами мне казалось что я перед ним виновата так как потревожил их психику но потом мне стали писать разные люди что так как на этом фильме зеленый слоник условно говоря там воспитана несколько поколений и сейчас он опять очень часто скачивается и часто цитируется и с ним происходит различные катаклизмы которые меня сначала очень пугали я хотел забыть об этом то что этого не понимала но как-то вот мои зрители которые мне писали они меня убить или в том что не стоит оправдываться и не стоит объяснять это и не стоит объяснять это как социально-политический даже фильм потому что он открыл некий язык некую форму другую можно назвать свободой на свободу такую же затасканное слово что для этих для этих молодых людей появилась надежда как ни странно на то что есть другие миры и они не такие ужасные как то что происходило вокруг них и и я надеюсь что фильм за маркса будет продолжением этого в том числе воспитательного процесса я воспитательную силу искусство не верю освобождающие верю и в этом смысле зеленый слоник это освобождающий но для меня все таки это у меня есть такое понятие такое ситуативное или поворотное там искусство ну словно говоря самый банальный пример черный малевич и до черный квадрат малевича да мы же не будем погружаться в эту черноту да ну важно что этим текстом художественным жестом до малевич что-то закончил и куда-то всех развернул но вот это действие для меня и зеленый слоник такой не собственно я не буду погружаться мне кажется в этом смысле это вот не такая вещь чтобы туда погружаться и начинаете разбирать там есть что разобрать но это прежде всего для меня зеленый слоник от вот все искусство которое было тогда на условиях постсоветская официозная фальшивая лицемерная употребляю слова я не люблю эти слова до такого мализаторского но других нет зеленый слоник показал что вот этой вот вот то что происходит зеленом слонике это гораздо чище светлее сентиментальнее милее чем вот это вся ваша вот эта каша да которая как бы легитимный который можно но для меня это некий поворот повернитесь из-за маркса тоже поворот а пусть здесь всего четыре там да не цензурных слова звучит из уст самого я не за отрицательного ли героя да и и финал напоминает ну и понятно что да сергей пахомов но тем не менее что это все-таки для я не могу вот ну не могу просто так смотреть как как вот вот проблема собственности профсоюзов социальной несправедливости да то что там рассматривается просто я на это смотреть не могу хотя я знаю для меня это очень знакомые мне проблематикой реальности я тоже занимаюсь я все равно знаю что есть художник анатолий осмоловский да есть концептуализм был до их и в прозе и в поэзии и и и в живописи был соц арт и было то что называется там тотальная ирония и стёб да и некрореализм и все это я вижу там да я не могу я это вижу что вы и вы это все знаете и и вы в этом пространстве все равно существует в какой-то момент мне показалось что за этой социальностью за этим фильмом за этой как бы художной самодеятельностью в каких-то местах в каких-то местах наоборот какая-то изощренности мастерство режиссерская какая-то провокация и пародия вот стоит право я понимаю что вы скажете вы ввозите фильм по профсоюзным до организациям они смотрят для них это актуально ничего не значит да что они да не увидят этот дискурс вот что это провокация пародия какой-то попытка уйти вот от вот этого постконцептуального постмодернистского искусства до через него же вот или действительно эта попытка нащупать новую тему социальную да и и сделать такой вот социально-художественный жест да здесь нет никакого постмодернизма и скорее всего это борьба с постмодернизмом потому что хотелось сделать именно социальное кино и хотелось сделать честно и абсолютно высказывание без какого-то другого подтекста и то что фильм иногда воспринимает и некоторые говорят что это фарс но здесь надо раскрыть тайну восприятие что почему-то не все это понимают поэтому приходится объяснять что он настолько реалистичный что он передает тот фарс который есть у нас сейчас у нас абсолютно фарсовое общество потому что если мы посмотрим что у нас происходит это трудно ну это абсурд какой-то трудно называть какими-то закономерностями или каким-то естественным развитием каких-то событий и поэтому этот фарсовость который есть фильме она абсолютно реально передает ну реально мы имеем ввиду через образом совершенно честно и без каких-либо примесей постмодернизма передает тот фарс наше общество которое существует поэтому диалоги ваши даже первое что знаменитый вы говорите да как у вас самаре сложно-то изощренно говорят да понятно что он как бы цитирует да но весь этот разговор о брехте и голливуде диалоги то их можно воспринять только в зная художественный контекст знает а тогда граундово там советского искусства до независимого иску понимаете вы так воспринимаете человек который правда очень много знает и может быть даже больше чем надо иногда мне так показалось но данном случае я хотел бы подчеркнуть что тот диалог о котором вы говорите он означает исключительно другое что взрослый человек который работает который является одним из лидеров профсоюза он просто ходит на какие-то киноклубы где находятся молодые люди и просто это значит что он обращает внимание на это даже если он это не понимает он пытается в этом разобраться то что абсолютно не свойственно нашим взрослым культурным деятелям например это скорее всего укол туда потому что очень мало людей заинтересованы в том чтобы молодежь наша была воспитана и ну мы все знаем что это проблема с образованием и так далее так далее но все равно взрослые люди должны абсолютно думать кто останется после них и должны интересоваться этим проблемами скорее всего эта сцена также говорит о том что должен быть шаг на встречу и некая диффузия извините это я стала также ведь как вы да вот какой-то сленг такой сложный типа инженерно-поэтические вот так сказала извините если они права то есть некая диффузия которые взрослое поколение которое хочет и должно помочь молодому и должно что-то оставить после себя это абсолютно точно и поэтому он интересуется что они смотрят они смотрят гадара брехта он абсолютно в этом ничего не понимает это смешно почему это не может быть смешно это не постмодернистской иронии это абсолютно нормально да человек там записал одел очки записал какой-то текст про брехта и мы смеемся потому что многие мы сами мы не можем там мы слышали брехт там гадар и так далее но мы сами можем в этом абсолютно не разбираться кто такой гадар понимаете гадар там появляется все-таки да на афише вот написано да игорь новое советское кино новое советское кино как правило давать часто выдавала желаемое за действительное или до или мечтала о неком действительном мне кажется вы придумываете этого профсоюзного деятеля и гадар но и мне читается как в гадар до левый коммунист левый режиссер достаточно радикальных левых взглядов имевший и здесь гадар по его возникает абсолютно как бы не случайно да да и отчасти и брехну прежде всего гадар но это касается не только этого диалога и бог с ней способ спосмодернистской иронии на мы все время как бы прячем я говорю можно говорить просто был об иронии да не о посмодернистском стёбе а просто но вот почему да я вижу это выговорить как бы реализма там есть самодеятельная игра да абсолютно самодеятельная там актерская игра видны они надо будет мне когда ты смещаешь взгляд они могут быть очень симпатичными в этом появляется реализм то что актер сознательно или так он может такие у него возможности вот играет вот этот фальшиве не фальшиве но там очень много да вот за исключением трех там профессиональных актеров которые иначе играют хотя пахомов тоже попадает в это пользы зачем исключает там сергачева до эпифанцева но это же видно это может быть по какой-то может быть реализм да у людей которые играют но играть не могут но получается какой-то зазор который очень интересен вообще зазор да вот игра с этой темой социальностью да когда люди начинают заниматься чем они не занимались вот погружается лидер профсоюза да вот интересуется но но это художественная игра все таки это не нет ни не социальный реализм о котором вы говорите знаете мне кажется что вы путаете слово ирония со словом любовь я считаю что здесь люди показаны как мне кажется как я вижу по реакции и все-таки сейчас в этом уверена и я так задумывала что я хотела показать этих людей с любовью то что говорите что игра профессионально непрофессионально знаете я сталкивалась с такими мнениями в разных коллективах и среди кинокритиков в меньшей степени среди обычных зрителей но большинство кинокритиков так не считают но это ваше право на вас авторская программа и вы можете так сказать я не считаю что это не профессиональная игра и все актеры которые участвуют они все профессионалы от первого до последнего здесь нет ни одного не профессионал то есть вы для вас и для тех туда так именно и читает ваше кино это это был у нас до понятия социалистический реализма здесь социальный реализм тогда мы переходим следующий но я хочу просто чуть-чуть отступить в сторону у нас есть очень известный бизнесмен депутат губернской думы председатель комитета по культуре который очень похож на в одного из главных героев героя до владельца предприятия героя эпифанцев он очень похож на это на него но вот у вас как будто бы вы этот вот от герои уходящие до бандитская криминальная натура да вот это прям попадающий вот этот штамп который нам сурковская пропаганда дала лихие 90-е да вот он как бы . вот такого до концентрации социального зла или нет до наступило время да мы с вами вот ехали да и говорили вот этих рыбьеглазых до пришедших в кавычках чекистов да вот этих госкорпорации у вас там как бы пробуждение какого-то начала этого поворота вы считаете что начинается этот период и вы вот в эту сторону поворачиваете здесь есть какой-то социальный выход или все-таки наступившие времена страшнее чем те 90-е годы где все-таки было больше и профсоюзов и социальной даже классовой борьбы настоящий но понятно что вы все-таки так поворачиваете события что вы хотите сказать что хотите мне подвести к тому что 90 были лучше чем сейчас я считаю что лучше это не те конечно да две чумы но тем не менее это болезнь была менее опасной знаете когда мы говорим о профсоюзах то все-таки это экономические формы борьбы в первую очередь и конечно можем говорить о политике о каких-то крупных вещах и так далее мы можем говорить об этом но понимаете когда когда на заводе например работает человек и вдруг кому поставили хороший фильтр то для меня это будет уже ну что-то позитивное если человеку увеличили зарплату и стали платить за вредность это тоже большое событие и мы сейчас не говорим что мы хотим революции ли мы хотим из периферийного капитализма войну то есть мы хотим из периферийного капитализма войти в европейский капитализм так получится если мы повысим зарплату если мы будем думать о здоровье людей так далее потому что сейчас увеличивает например но я говорю опять о заводах то где а люди в труда где условия труда абсолютно неприемлемы и где происходят всякие фальсификации для того чтобы меньше платить и если мы будем говорить об увеличении пенсионного возраста людей мужчин то этим мужчин то работает на заводе они не доживают для этого пенсионного возраста эти мертвые души которые до 65 лет как бы работают это достаточно трагично и поэтому если каким-то образом начинать сравнивать те 90-е года и те которые приходят сейчас я не готова их сравнивать потому что для меня 90 год это очень большая травма это очень большие переживания потому что все таким наверно мы сами отличаемся тем что художник и я могу сказать про себя лично очень тонко очень тонко чувствительный не потому что это хорошо или плохо потому что это так вот есть и именно кризис заставил вот эту мою чувствительность вот так вот выйти наружу для того чтобы снять фильм это было необходимость снять фильм с ним снять и снимание съемка фильма и скорее всего не съемка сделать фильм это не просто снять кино это сделать художественное произведение в первую очередь и чтобы его сделать ты не можешь выбрать такой ты будешь снимать кино или другое только один вариант без какого-либо выбора на иначе ничего не получится это абсолютная тонкая с моей стороны чувствования той ситуации которая была 2008 2009 год и я вижу что происходит я вижу что там передел какой-то условно говоря есть да я не политик поэтому я буду быть очень просто но мы также видим что там есть фраза что люди и это правда это из реальности я живу в москве и немножко может быть больше общаюсь с какими-то людьми которые сами больше общаются с какими-то более состоятельными богатыми или олигархическими товарищами даже правда было в 90-е годы никто уже не ездил на бентли было принято пересесть уже на какие-то более скромные машины что и сейчас в принципе я не знаю но то что человек подъезжает машине и выходит потом там из метро если депутат государственной думы то это вполне сейчас вот нормально я не знаю края лучше это чем 90 или нет но мне кажется что если нет войны и люди продолжительность жизни людей увеличивается то это хорошо но это не значит что лучше то есть вы все-таки до склоняйтесь к тому что вот этот сюда перелом изменения тогда мы все равно касаемся политическом вы до больше времени симпатизируетесь не то слово нулевым да или вот сейчас уже пост нулевые больше чем 90 понимаете во первых надо говорить о том что я сейчас уже зрелый человек я уже отвечаю за себя я могу придумать какие-то инициативы которыми я могу помочь что ситуация которая существует 90 годы это была такая травма это был настолько безысходные для многих период настолько он был травмирован для моего пока травматичен для моего поколения и поколение скорее всего чуть-чуть старше чем я когда люди уже определились у которого люди уже выбрали профессию так далее вдруг переходит перелом этот и многие смогли перестроиться многие пошли там до те же завода почему там есть люди с высшим образованием кстати но я видела и слышала очень много историй когда человек не смог перестроиться если мы будем обращаться к статистике количеством ушедших из жизни людей то это были катастрофические цифры цветы мы как будто говорим да мы же не можем вот когда я говорю про 90 до и нынешние вот это рыбие глаза и серые до рост технологический у нас так компания которая владела вот у этих вот этого жуткого страшного персонажа да и смешного полу которого играет эпифанцев похожего на нашего депутата да вот он у вас немножко карикатурный да но они как-то зависели от этих вы говорите прямо вот как в москве понимаете в чем разница москвы периферии то есть нет вы наоборот говори извините я перепутала вы говорите именно как на ну в провинциальных городах извините можем там потом это как-то подрезан где в москве считают что рабочих вообще нет и рабочие абсолютно не такие как показаны но вот эти вот олигархи они один в один один человек просто который часто общается с олигархами и но очень ну по очень похож вот на нашего и он бы мог бы вас сыграть если бы знал что как это делать ног не фальшивить мы знаем как это делать и просто человек поблагодарил за то что это просто один в один тот чек с которым он значит общается поэтому олигарх в данном случае владелец завода до абсолютный реалистический персонаж и абсолютно так думающий я хотела сказать людям которые смотрят да а вас так думать что вы быдло потому что некоторые люди думают да ну а нас там как-то думают ну вот там кто-то сказал что мы как бы быдло но мы не выучим как бы вот ничего такого нету но когда с экрана говорят что вы быдло мне кажется это должно производить некоторое впечатление и человек должен больше рефлексировать и вообще в этом фильме есть задача людей как-то направить на то что они сами должны решать свою судьбу они должны брать свою судьбу свои руки но сейчас немножко ушли и поэтому олигарх абсолютно реальный также как и рабочие абсолютно реальные я не вижу здесь ничего придуманного и фарсового фарс опять хочу повторять царица это то что происходит у нас в реальности просто это снято с реальности он очень похож я с этого начал тем не менее как бы карикатурные некие черты в нем есть они неизбежно вообще на может быть в искусстве но я не об этом не в искусстве они такие в жизни не об этом говорил мы говорили да вот сейчас о временах да и вы начали говорить о том да какие потрясения пережили мы же говорим об этом десятилетии который при наступила вот перед этим до стираем им до в которой но я знаю про союз я не знаю что они вам говорят но в профсоюзном движении не только вот такой поступок который совершил до персонаж сергей пахомова да потом искупил да этот свой поступок профсоюзное движение в нулевых вода известной степени стала провокаторским предательским да но сдало очень многие поиски в 90-е годы я знаю просто тебя кого действительно уничтожали кто уехал умерли до в нулевые годы профсоюзное движение стало коллаборационистским она была раздавлена они при встречах что-то говорят я знаю как да их покупают когда любые выборы у вас вы показали да вот владельца этого замминистра а тот рабочий класс да который поможет иногда собирает на поклонной горе который голосует он он в этом смысле да не не попал до вот в критическое или в какой-то да вот реалистическое пространство ну опять таки здесь вот два таких момента во первых рабочий класс на поклонной горе что-то там не припомнишь это условно вагонзавод у нас такой да вот то есть такой даже шаблон потом знаете насчет профсоюзное движение я с вами не могу согласиться потому что безусловно во первых это фильм не а про союзное движение это прав это фильм про саму себя на социальную справедливость да нет это вообще про героя с которым я олицетворю самого саму себя это ну просто фильм который вот изнутри но социальный контекст он существует вокруг и поэтому ну нельзя ему не учитывать и я подумал что единственные люди которым я верю с которыми я вижусь и которые правда борется за то чтобы восстановить людей на производстве чтобы за вредность выплатить какие-то мы сейчас опять говорим об экономическим вы считаете вот это самый ну дайте банальная фраза она все равно точно на гейны там трещина мира проходит через сердце поэта вот . ну вот вы вы как художник выбираете это вот вы самые острые . сейчас в реальности вот это о которой вы рассказывали фильмы за маркса вот о восстановлении да вот о жизни да вот этих людей работающих на заводах и вот и об их достоинстве об их здоровье жизни вот вот ну вот эта точка да она сейчас для вас самые в центре находится наша реальность вот она наиболее важная я считаю что до рабочий класс он сам униженный и естественно чувство собственного достоинства у нас даже не принято это слово чай это словосочетание часто повторять и безусловно я хотела поддержать также тех людей там игры ну это фильме также из гражданской позиции безусловно и я безусловно хотела поддержать тех людей и хотел сказать что они имеют такое же право на моральное достоинство иметь его не бояться его проявлять как в общем то и все остальные что-то вы мне еще до этого сказали я хотела возразить насчет нулевых и между временами я просто нет насчет насчет профсоюзов я все-таки хочу договорить что понятно что упомнишь то экономический форм борьбы я все понимаю но просто я видела реальные вещи я же путешествовал по стране я была не не только в Тольятти я же была и в Липецке я была и в Казани я была в Ярославле я была в Колумбе я видела разные истории я была на Украине и я хочу сказать что я видела реальные действия этих людей я видела что эти люди сопереживают другим людям что крайне редко в наше время и вот это чувство локтя чувство солидарности доброта я увидела только там среди этих людей я решила что для меня это герои моего времени мы можем говорить о желтых профсоюзах сколько угодно но все сложнее они подождите но мы сейчас говорим о первичных организациях первички они обычно ну вот то что я видела первичные организации профсоюзные это когда три человека условно говоря могут на любом из цехов там или производства создать свой профсоюз это очень порядочные и очень честные и болеющие за страну и за людей люди я их видела некоторое количество конечно эти профсоюз очень маленькие в некоторых состоит 5 человек в некоторых 50 может максимально 300 это очень маленькие профсоюзы но сам факт их существования говорит о том что это эти люди которых я назвала героями нашего времени что есть эти три человека которые готовы пожертвовать своей жизнью своим положением ради того чтобы отставить чувство собственного достоинства не только своего но и тех людей с которыми они работают перевести на язык инженерный нет на язык все-таки литературный мне кажется инженерным языком говорить и вы потому что мы говорим о кино а вы мне о профсоюзном движении о социальных задачах все-таки это кино да и там есть автор до светлана башкова с какими-то да своими представлениям сейчас у меня вы меня сбили смысле я хотел процитировать персонажа достоевского не сам достоевский сказал красота спасет мир вы считаете что эти люди спасут россию вы знаете формулировка вопроса что кто-то спасет россию что-то она так давно уже витает в воздухе по моему не только с достоевского но еще много много веков тому назад что кто-то ее спасет и какими средствами это будет сделано что значит спасет мне кажется что революция как раз начала прошлого века она спасла людей и по сравнению с этим событием все остальные события которые были после этого они конечно более более негативные и слова забыла и конечно они если нечестные нечистоплотные ну все равно мы все равно попадаем в это достаточно как получается горячее поле все равно на почти политическое до идеологическое идеологическая страна но мне всегда странно когда нулевые сравнивают с 90-ми вообще когда когда что-то делается да то произрастает через какое-то время для меня вот эти грязные неполноценные провокаторские не вне дни до принципиальные с отступлениями с предательством 90-е годы и реформы их вот некая это вот стабильность которой пользуются ничего не производящие вот люди из других структур это результат того десятилетия и говорить что реформы ну вот это реформа и все таки там что-то каким-то образом те предприятия стали призна производить что-то другое люди каким-то образом переустроились до открылись границы вот в черно-белой в самаре до закрытом городе откуда ходили как вы эти разницы да вы сравниваете до но что-то плохие 90 но были же 80-е и 70-е колбасные заводы через каждые 20 метров пьяные люди лежали да сейчас не очень прекрасный на пейзаж но такого нет поэтому вот я не сравниваю это напрямую но не зря очень многие люди но мы не можем говорить а не можем не гадить а ту реальность который нас окружает да не один человек это все делает это ситуация назревает не зря же то что мы с вами говорили что люди голосуют за кпрф тем не менее значит многим людям что мы не говорим что то что было при советском союзе это идеально и прекрасно нет конечно но мы говорим о тех все таки вещах которые были позитивным при советском союзе и то что сейчас не взят оттуда это что не существует и люди не зря голосуют за кпрф потому что наверное не хватает что-то кажется что вы будете в армии в лагере есть позитивные вещи взять оттуда нельзя мне кажется это наше заблуждение мы не можем сдвинуться у нас вот такие вот дикие вот люди которых вы точно показали и с другой стороны вот такие рабочие рабочие и мы и я в том числе да дадеющиеся на что-то потому что мы хотим взять быть но нельзя взять позитивное не могут немцы взять позитивное из гитлеризма который справился с безработицей построил дороги установил конкурент нельзя а там есть позитивные вещи в армии в лагере я в лагере не был к счастью в армии был так есть порядок встаем кто-то отвечает кто-то дает готовит продукты и прочее там нет какой-то предсказуемости и брошенности такой но но как можно взять из из лагеря и из вот казармы позитивное не здесь ли некое заблуждение и мы обречены поэтому вот на этот какой-то инфантилизм такой трагический инфантилизма да но я считаю говорить о фашистской германии это безнравственно в контексте того чем мы сейчас разговариваем в принципе я бы не стала бы эту тему даже употреблять мне кажется это унизить но если вы оказались бы в вагоне до в котором 300 тысяч вывезли вот так в одну секунду ну а к с чем это сравнивать 23 февраля по 44 года да когда скажем да там чеченцев я не говорю там что происходило на украине это же травма которая потом смягчилась 70-е и 75-е годы как говорила ахматова диетически но они были после этого да уже не надо было таких с чем это сравнивать ни в коем случае не сравнивать это с фашизмом она с чем ну это называется словом тоталитаризм жестокость пренебрежения человеческими жизнями ради ради чего угодно да и диалогием или чего-то другого только фашизм этом в мире было очень много похожих ситуациях я их всех сравниваю да но фашизм данном случае это совершенно тут надо просто даже достаточно открыть википедию для того чтобы понять что это слово я лично не буду об этом говорить я не буду это сравнивать я считаю что это глубоко безнравственно это все сравнивать и я предлагаю перейти к следующему вопросу скажите пожалуйста как как в да вот единственный по моему фильм был данный берлина на берлинском фестивале до нашей россии в этот раз за марте не единственный нет чипа хлебникова еще хлебникова балдовы в как вы в как воспринимали как воспринимали как встретили в берлине и публика и режиссеры да и специалисты кино ваш фильм вы знаете мне настолько все равно как они встретили это в берлине я знаю что надо работать для того чтобы был какой-то пиар и чтобы получить деньги на следующий фильм а в принципе мне это абсолютно но были те кто не будет вам рассказать ну просто я сначала свою позицию говорю фестивале правда принимал фильмы хлебникова в конкурсной программе я состояла в программе форум форум подразумевает что твой фильм показывает пять раз и после каждого показа есть обсуждение которые с модератором и длится минут 40 зависимости от той возможности этого кинотеатра который предоставляет зала в берлинале всегда все полные там люди специально приезжать на этот фестиваль потому что фестиваль класса а фестиваль класса а значит что это к на венеция берлин берлин значит он какой-то более социально ориентирован видно поэтому то попали особенно в программу форум который такой политик социально-политически ориентирован и и исходя из того что зала всегда были полные там и так считается у меня нет практики другой поэтому могу предположить что так как наши зала были все полность то это просто традиция но один зал мне очень понравился это когда была немецкая публика мы с немецким субтитрами показывали зал был 760 человек и я сидела внутри этого зала из чувствовала их реакцию и и они реагировали в тех местах как я и предполагала ну закладывая ну еще в каких-то неожиданных местах но как вам сказать мне интереснее 40 человек наших зрителей чем 760 немцев ну если мы говорим про аудиторию потому что я знаю что я не соберу здесь большую аудиторию наш прокат это абсолютно не выгодно никому вещь и не прокатчиком и то что говорят люди что мы столько русских фильмов посмотрели мы не хотим идти смотреть мы не хотим смотреть там на этих вот страшные безумные значит алкоголические рабочие мы не хотим смотреть там бесконечные менты эти разборки то что по телевизору достаточно много показывают на просто рассказывает то что говорят и и поэтому рассчитывать на то что у нас будет какой-то сногсшибательный прокат и мы что-то с этого соберем серьезная на это конечно нет расчета поэтому я считаю что мы должны ездить по городам мы должны любую аудиторию ценить и воспринимать потому что приходят люди которые правда наверное им эта тема интересна и но и ездить сюда и уже встречаетесь а вот скажи для тех кому вы показываете кино я имею ввиду люди до для которых это вот их это проблемы вообще они не не какие-то вообще они живут об этом и каждый день решают решиться на это прошу прощения за тавтологии испугаться да предать или пойти поддержать они как воспринимают кино как некое действие да как вот некие в этом в этом смысле это в доизвестной степени авангардное кино которое да вызывает или призывает к реальному действию они это воспринимают как но понимаете есть наверное три типа аудитории это молодежная аудитория которая приходит потому что знают предыдущие мои фильмы и как не стану но очень хорошо на это реагирует я раньше пугалась реакциях я не знал какая она будет дальше например я была в академгородке в новосибирске где были абсолютно молодые люди которые учатся именно в этом академгородке и ну там разные специальности и также я поехала в тольятти наверно был единственный показ где были взрослые мужики завода а еще в питере были взрослые мужики завода и например женщина которая сидела такая активистка она и так активная женщина когда фильм посмотрела на одном дыхании вот все как есть вот тут вот все как есть все как у нас я была в калуке там молодая аудитория они как все просто вот 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 как есть и все вот тоже в иваново я тогда была подошел один парень сказал то что конец печальный этот вопрос встал только в тольятти и в тусовки кургиняновцев где я была в питере но я многим показываю куда меня зовут потому что в иваново как раз подошел парень и гать что вы правильно показываете что это очень рискованная профессия ну не профессия а занятия потому что если вы решили этим заняться то лучше сначала хорошо подумать потому что понятно что этих людей прессует и вызвать милицию ну в общем мы можем предположить насколько это не выгодно работодателю государства в том числе поэтому им показалось что такая печальная судьба фильма это просто реальность это может быть образ какой-то но именно это и г-то реальности что если бы фильм закончился позитивно как многие предлагают что да-то и дальше что-то пошло и что могло бы быть и в реальности это могло бы быть наверное это не совсем соответствует то действительности о которой я говорила в этом фильме ну и снова да уже подходит концу нашей передачи о чем же говоря вдруг увидел дав концу фильма когда несколько крупных планов да вот когда началось бы вот эти сомнения рефлексии переживания страха да вот главного героя героя сергея пахомова да когда он чувствуешь что он да придаст он заранее чувствовал что нажми и вот появились крупные дни и вспомнился зеленый слоник и но опять-таки не вот в этом до стёба в этом каком-то ключе а вот именно в экзистенциальном ключе что вот опять все вернулось какой-то вот такой экзистенциальности да и я не знаю для меня сцена если абсолютно сконцентрироваться на ней она мне показалось в оптимистической в том что какие-то были из двух сторон там противостоящие вот они кого-то чего-то они хотят изображают да и в этом смысле социальная не знаю психологически уродливые и вот и в этой последней сцене этот отвратительный как бы персонаж очень похожий и сергей пахомов они стали ну равны сами себе в них проснулся тот человеческое в этом смысле до социальные прочее все было сбитые были до 2 уже не молодых один моложе да вот мужчин до которые дорогу причем достойно умирают я я увидел это мне вот хочется спросить вы продолжаете да вы как у вас был перерывы продолжаете снимать все-таки это только тема была вот до этого фильма или вот так вот судя по разговору я уже не знаю ли вы будете продолжать заниматься вот я не знаю вот влево социальный профсоюзный освобождением труда как говорили в начале прошлого века или будете все-таки делать кино и кино следующие может быть никак не связаны я не веду тематических абсолютно на следующее кино не будете связаны тематически социальная проблематика сегодняшнего дня она будет более образно но чем более образные фильмы тем ну легче показать и легче пойти на риск показать какие-то социальные проблемы в том числе или как-то их закамуфлировать так как они были закамуфлированы в последней сцене когда они умирали как вы понимаете и конечно самое главное это было показать герой потому что мы все предатели и я не уверена что каждый из нас пошел бы на то на что пошли там например другие герои и которые способны оставить чувство собственного достоинства своей собственной жизнью потому что государство на сейчас поставила власть на одни весы поставила жизнь или чувство собственного достоинства должен что-то выбрать одно выбрать невозможно я выберу жизнь и я думаю что 90 процентов на я не буду говорить про население нашей страны 90 процентов москве например так скажем 99 выбрала бы но нет оставим одну десятую оставлю это много у нас огромные страны я за час про москву я не выгодит по россии потому что знаете узнать русский народ невозможно мы вот я уже говорил об этом не раз чтобы узнать русский народ это надо прожить очень долго рядом с ними поэтому я показываю русский народ через представители через этих это именно поэтому сергей пахомов альтер-эго является вот человек который выбирает жизнь да вот это вот такая слабость это не слабость меня в юности когда-то потрясло для меня было это откровением до андрей тарковский рассуждал о слабости говорил что только слабая до живой вот жесткие вещи они рушатся а слабо это то что да там растягивается развивается меняется растет оставаясь вот это такая слабость вы не в неверное это понимаю но он да ну он он предатель но там нормальный человек как многие вот из всех нас да я говорю о самой себе да мы такие но если мы говорим о настоящих людях еще как мы как меня воспитывали понимаете мы не можем отрицать то что меня воспитывали советское время это что в общем-то героизм то что человек может броситься там куда-то за ребенком воду или там сделать еще какой-то поступок или война когда люди шли знаешь что они умирали я этих людей уже не вижу но среди этих людей я чувствую то что они способны умереть ради этого я вот когда мы говорили да когда делали этот проект вот звучали первые фигуры я честно говоря как бы боялся или боял и хотел знаете когда боишься и хочешь сюда чтобы этот испуг сбылся думаю о вас то я считал так мне казалось что вы относитесь к радикальным режиссерам к радикальным художникам да где вот как раз жест разрывает границу да с такими людьми очень трудно не только в пространстве искусства и и и и и и и в жизни но на это и как раз да вот разрыв некий жест но вы же как бы да и из этого круга из этой среды вот радикальных не в каком-то там до искусствоведческом смысле слова до людей способных если помните как кулик кусал по моим каких-то шведских там туристок они думали что это вот авангард от полюбоваться да и вот он объяснил нет надо так как отвечать будет больно холодно и прочее вот вы принадлежали к такому да вот пониманию жизни это это придуманный и изменились или или изначально вы иначе понимали да вот собственное искусство себя в искусстве вы знаете изначально задуматься и стать радикалом невозможно как вы понимаете это не какая-то профессия этому не обучают и этого захотеть вдруг это сбылось тоже в общем то тоже не получается если мы говорим про какой-то радикализм то наверное это просто так получается так я это чувствую действительность но я сама для себя не называет радикализм радикализм это может быть потом приходит это слово но она не стоит никогда передо мной как название моей деятельности или еще что-то и здесь нету если у художников это более остро поставлены это сознательно остро они идут на провокацию общества потому что это уличное искусство и русский акционизм московский акционизм 90-х годов это правда для меня это выдающиеся художники замечательный прививка было до до 3 мере прежде себя и люди правда это были радикальные абсолютно жесты которые были запланированы радикальными кино все-таки немножко отличается от изобразительного искусства она более трусовато что ли чем визуальное и чем вообще чем искусство в смысле от визуальное или там данном случае мы берем акционизм кино она не так долго живет она не так и история таки но собственно горячего там всего-навсего там сто там лет с чем-то искусство такое вот который вечное она конечно сильнее по воздействию чем любой фильм поэтому в данном случае если мы говорим про акционизм я считаю что да это радикальные перформансы я абсолютно уважаю этих людей и абсолютно с ними солидарно но когда я делаю фильм я должна быть предельно искренне и честно иначе ну зачем это все делать а как-то потом назовется ну просто может быть я чуть меньше боюсь то есть можно сказать я чуть чуть меньше боюсь чем это надо было центр эбл да следователь сергей либград говорил явным я не знаю да не 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 с радикалом не с экстремистом какие-то моменты наши разговоры были болезненные очень со многим во многом не согласен но это собственное зрение вообще у каждого из нас должно быть собственное зрение да и поэтому мы должны быть не виртуальными персонажами образами символами а людьми в россии это очень сложно огромное спасибо что вы приехали в самару вам предстоит еще разговор до да спасибо но извините если я как-то была немножко больше наставил на своем на свою позицию но это естественно это по-другому нельзя это естественно я думаю что мы когда-нибудь и где-нибудь и не только да вот в фильмах светланы баскова должны развоплощаться открываться спасибо Это был Центр Э.